ЧП в Петропавловске. Сегодня в областном центре начал рушиться жилой дом. У здания начал разрушаться фундамент. Из бывшего общежития в срочном порядке эвакуировали больше 50 человек. Целый день люди ходили вокруг аварийного дома, ожидая расселения. Подробности ЧП у Галины Базаевой. Люди поначалу даже не поняли, что происходит. Никто не слышал ни треска, ни шума. Но сотрудники ЧС скомандовали на выход с документами. Тогда стало ясно, дом может рухнуть в любой момент. Вышло с документами. Все вещи там остались? Да, все вещи там остались. Что говорят, переписали вас? Переписали, ну. А что говорят, не знаю. Сказали, ждите, ожидайте, пока погрейтесь в автобусе и все. Тревогу забили продавцы небольшого магазина, что находится в торце здания. Зашли и оторопели. Пол обвалился, в подвал уже начали смещаться стены. Происошло смещение четырех плит. То есть перекрытие между первым и подвальным этажом. Ну, сейчас вот выясняется, почему это. Потому что причины мы не можем сказать сразу. Вот. Все-таки здание достаточно... Ну, я не сказал, чтобы на старое, 82-го года, так сказать, постройки. Ну, это бывшее общежитие секционного типа. ЧП произошло в полдесятого утра. Весь день аварийный дом обследовали специалисты. Искали причину обрушения. Хотя жильцы и без эспертиз, кажется, знают, в чем дело. Капитального ремонта в доме никогда не было. Фундамент мог разрушиться от канализационной воды, что постоянно течет из прогнивших труб в подвал. Основная проблема в подвале здесь. Потому что здесь ничего не... Ремонт не производится, ничего не делается. Все умывается, скорее всего. В этом доме проживают 207. Многих жильцов на момент ЧП просто не было. Неприятный сюрприз ждал их по возвращении с работы. Со школы привела ребенка, я сама работаю. Идти мне некуда сейчас. Я сейчас не знаю. Сейчас Акима нас переписали, не знаю, что будет дальше. Продуктовый магазин тут же вывез из дома весь свой товар. Только владельцы квартир все ждали своей участи. Весь день расстроенные жильцы бродили вокруг своего дома. Только к вечеру их пригласили на собрание в соседнюю школу. Там и объяснили, что переселять будут не всех, а только тех, кто живет в правом крыле здания, где и произошло обрушение. Людям предложили арендовать жилье. Затраты обещали компенсировать из городского бюджета. Ремонтировать общежитие тоже обещают на государственные деньги. Долина Базаева, Андрей Масан, КТК, Петропавловск.